Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Зелёный остров» и я, её ведущий, Александр Сидельников. Вот уже и первая половина июня позади, время бежит очень быстро, и мы с вами приближаемся, в буквальном смысле этого слова, к самому светлому времени в году. Буквально через недельку солнце достигнет самой высокой точки над горизонтом. Мы с вами отметим день летнего солнцестояния. Продолжительность дня очень большая, фотосинтез на растениях идёт очень интенсивно, и вот именно сейчас рост растений максимальный. Правда, не все растения, скажем так, положительно отзываются на такую большую продолжительность дня. Скажем, томаты – это растения субтропиков, и им вот такая продолжительность дня, в общем-то, нейтральна. А вот перец – это растение тропиков. Он любит, чтобы день был равен ночи. И я думаю, многие садоводы замечали, что вот в этот момент, когда продолжительность дня очень большая, развитие перца немножечко приостанавливается. А вот с середины июля, в августе, когда день начнёт с ночью более-менее выравниваться, вот тогда у перца начнётся интенсивное нарастание и листьев, и плодов. Поэтому вот сейчас особенно паниковать, что перец растёт там медленнее, чем томаты, наверное, не стоит. Ну и для многих растений высокая продолжительность дня – это сигнал либо для цветения, либо наоборот, для того, чтобы цветения не было. Скажем, если сейчас мы высадим какие-то крестоцветные культуры, редьку, репу, отдельные сорта редиса, то урожай мы с вами вряд ли получим. Урожай уйдёт в стрелку. Поэтому эти растения, они вот таким вот образом реагируют на продолжительность дня, когда день очень длинный, у них не закладывается корнеплод, у них начинает интенсивно нарастать цветонос. Поэтому вот эти растения сейчас, если мы и высаживаем, где-то захотелось редисочки, то высаживаем в притенении, чтобы полдня на них попадал свет, ну а вторая половина дня эти растения находились в лёгком притенении. Вот тогда мы немножечко природу сможем обмануть, хотя природу на самом деле обмануть невозможно. Ну и вот такая вот большая продолжительность дня – это тормоз для цветения других растений. Вот на такой продолжительности дня мы никогда не получим цветения на астре, мы никогда с вами не получим цветения, ну скажем, на той же хризантеме. Эти растения, они произведут закладку цветочных почек только тогда, когда день сравняется с ночью, вот там где-то в августе, на цветение этих растений мы с вами можем рассчитывать. Правда, есть ряд приёмов для того, чтобы заставить ту же хризантему цвести в более ранние сроки. Ну, большинство сортов хризантемы зацветают в конце сентября, в октябре, к этому моменту уже могут ударить заморозки, и цветения на отдельных сортах мы с вами можем вовсе не получить. Так вот, если где-то с конца июня и по конец июля мы будем проводить такую операцию, как лёгкое притенение, ну, если вы живёте в саду и у вас где-то растёт хризантема, где-то часов в 6 вечера набросите на хризантему чёрный нетканный укрывной материал. Вы создаете для неё искусственную ночь, хризантема почувствует, что, оба, день-то уже начал сокращаться, пора закладывать цветочные почки, и вот тогда цветение на хризантеме вы можете получить уже в середине августа. Согласитесь, это довольно привлекательно. Ну, сейчас у нас достаточно много работ, и одна из работ – это борьба с вершинной гнилью на послёновых культурах. Вершинная гниль уже появилась на перцах, вершинная гниль уже появилась на томатах. С этим явлением мы сталкиваемся практически ежегодно и сталкиваемся в момент, когда температуры дневные очень высокие. Вершинная гниль – это не грибковая, это не бактериальное заболевание. Вершинная гниль – это физиологическое заболевание, связанное с тем, что растению не хватает водоудерживающего элемента кальция. Поэтому напомню, если с этим явлением вы уже столкнулись или сталкивались в предыдущие годы, желательно провести обработку растений кальциевой селитрой. Покупаете кальциевую селитру, и согласно инструкции, можно под корень, можно по листьям обрабатываете. Естественно, внекорневая подкормка получается более эффективной. Мы в эфире уже 7 минут, и пришло время первой зарисовки. Сейчас мы с вами побываем в саду идей компании «Поиск». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Партнерские связи». Ну и в частности, вот где-то уже в конце весны, в начале лета, Магнитогорск получил от компании «Поиск» через также нашего партнера тепличный комбинат Егорьевский посадочный материал картофеля. Многие скажут, ну и что, что посадочный материал картофеля? Нет, мы получили посадочный материал картофеля от компании «Салента». «Салента» поиск, ведут совместную селекцию и продвигают очень интересную идею размножения картофеля настоящими ботаническими семенами, взятыми из ягод. Многие скажут, что ну и здесь нет ничего такого особенного. Мы многие выращивали картофель из настоящих ботанических семян и ничего там интересного не видели. Здесь не совсем так. Дело в том, что компания «Салента» она ведет очень интенсивную работу в этом направлении. Она разобрала геном картофеля. Вот они знают буквально каждый участочек, за что отвечает. Они подобрали идеально родительские пары. Они получили гибриды. И вот эти гибриды, они отличаются. Во-первых, очень высокой устойчивостью к болезням и вредителям. В том числе и к нематоде. И эти гибриды картофеля, они отличаются очень высокой жаростойкостью. Картофель вообще такая культура. Вот где-нибудь там в Пермской области, в Коми, он растет хорошо, дает большие урожаи. Ну а вот чем южнее, тем картофель чувствует себя хуже, хуже и хуже. И на том же Южном Урале очень часто мы не добираем урожай картофеля именно из-за сильной жары. Особенно если сильная жара случается на момент, когда у картофеля растут столоны и закладывается урожай. Вот высокая температура в этот момент, количество столонов недостаточное и урожай мы с вами не получили. Так вот компания Салинта, она получила картофель, который можно выращивать буквально в пустыне. И сегодня этот картофель выращивают в Африке, сегодня этот картофель выращивается и в нашем городе. Мы участвуем вот в этом вот эксперименте. Нас попросили вот все записать, когда садили, значит, когда поливали, когда окучивали и так далее, и так далее, и так далее. Какой получили результат. Я думаю, что вот у этого направления большое будущее. Ну, для того, чтобы понять, какое будущее. Вот представьте, на гектар картофеля, если мы берем семена клубни, нам потребуется 2-2,5 тонны этих самых клубней. Или потребуется 2,5 грамма, тонны и грамма ботанических семян. К тому же мы получаем картофель, свободный от болезней, свободный от вредителей, жаростойкий и так далее, и так далее, и так далее. Итак, я благодарен и компании Поиск, и тепличному комбинату Егорьевске, что они подключили нас вот к этому, я считаю, очень интересному мероприятию. Ну, а сейчас, уважаемые телезрители, я хочу поделиться с вами радостью. Вот картофель мы там только-только посадили. Кстати, когда мы высаживали вот этот картофель, это была рассадка. Вот там рассадочка такая, вот сверху сантиметров 10, а в горшочке уже клубешочки были. Я так говорю, ух, вот всякое видел. Ну, чтобы вот картофель в таком возрасте уже заложил урожай, это, конечно, чудесно. Ну, а у меня на столе, у меня на столе вот эти вот томатики, это уже свои томатики. Вот я считаю, что самые ценные плоды, овощи, цветы, это те, которые появляются в нашем саду самые первые. Вот сейчас только середина июня, ну, вот в теплице у меня уже созрели первые томаты. И вот когда мы поговорим об этих томатах, я бы вот хотел вспомнить в свое время селекционер Эриктор Александрович Фалкинберг говорил, вот садовод должен найти, вот именно садовод, не селекционер, а садовод должен найти вот те сорта яблони, груши, те сорта томатов, картофеля, которые на его участке будут чувствовать себя лучше всего. Вот под его агротехнику, под те почвы, которые у садовода-любителя на участке. Вот найди свой сорт, это вот такая основная идея, основная мысль для садоводов. И я вот нашел свой сорт, эти томаты я выращиваю уже много-много лет. Это довольно старый сорт компании Семко, и называется он Розовая Катя. Это томат не просто раннего, это томат ультра раннего срока созревания. Сегодня на рынке довольно много томатов, которые созревают от появления всходов, первые плоды, там через 85-90 дней. Я практически за всеми этими томатами слежу, но по-прежнему Катя является фаворитом, Розовая Катя. Почему? Потому что у нее вот этот вот ранний срок созревания, ультра ранний срок созревания, очень хорошо поддержан высокой холодостойкостью, высокой жаростойкостью, устойчивостью к болезням и вредителям. И вот совместно все эти качества, они позволяют вот действительно от появления всходов до первого урожая, чтобы прошло у нас не больше 84-85 дней. Вот посмотрите, какое это чудо. Да, не крупненькие, но я так считаю, пусть лучше будут не крупненькие, но свои. Вот самые вкусные помидоры, это, конечно же, помидоры из своего сада. Так, мы с вами еще немножечко отдохнем, и сейчас мы с вами побываем в лесу, побываем даже в степи. И сейчас мы с вами побываем на хребте Курятмос. Это совсем рядом с магниткой. Как юноша, спешащий на свидание, прокладывает свой путь через цветочный магазин, так путь многих садоводов проходит через АЗС. Для меня это всегда заправки, профит. Вы знаете, почему профит? Да потому что машины, как женщины, они любят все самое лучшее. Ну а меня в этой любви полностью устраивает соотношение цены и качества. Здравствуйте, на все! Начни дорогу в сад с АЗС профит. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Давайте еще немножечко поговорим о выращивании томатов. Что они любят, вот что им сейчас особенно необходимо. Ну вот если говорить в целом о томатах, которые растут у нас на грядке, то для этих томатов наступает очень важный момент. Сейчас у этих томатов начнется цветение и в момент доцветения, в момент самого цветения, помните, уважаемые садоводы, что томатам обильных поливов не нужно. Вот я очень часто вижу, как садоводы буквально каждый день, через день поливают, поливают эти грядки. Вот сейчас для томата важно попасть даже под небольшую засуху. Это стимулирует более интенсивное цветение. А вот когда первая кисть начнет расти, там начнут плоды наливаться, вот тогда поливы мы с вами несколько увеличим. Еще очень важный момент. Мы находимся в так называемой бор-дефицитной зоне. Вот в воде, в почве вокруг Магнитогорска бора недостаточно. Ну все растения нуждаются в боре, как в микроэлементе. Особенно нуждаются семечковые культуры, яблоня, груша, бор необходим для косточковых культур. Но особенно не любят недостатка бора, две культуры. Не любят свекла и не любят томаты. Ну, кстати, наверное, не томаты. Не любят свекла и, правильнее будет сказать, не любят растения семейства посленовых. Томаты, перцы, баклажаны, картофель. Так вот, если сейчас в момент цветения провести подкормку грядки томатной борными удобрениями, взяв буквально одну чайную ложечку без верха борной кислоты или буры на ведро воды, вот еще раз не на литр, а одна чайная ложка без верха на ведро воды, и опрыснуть растения в вечерние часы, чтобы раствор попал на листья, чтобы часть раствора стекло под корни. Вот тем самым вы вызовете интенсивные ростовые процессы. И самое главное, с помощью бора вы стимулируете опыление. Вот если будет стоять неблагоприятная погода, очень часто мы теряем в урожае именно из-за того, что часть цветочков не опыляются и осыпаются. Когда растение хорошо обеспечено бором опыления, у посленовых культур идет значительно интенсивнее. Ну, помимо бора, растения томата должны быть сейчас в полном объеме обеспечены и азотными, и фосфорными, и калийными удобрениями. Главное, вот сейчас не перестарайтесь с азотными удобрениями, потому что если вы сейчас дадите интенсивную азотную подкормку, вы вызовете бурный рост растения, и это замедлит их вступление в плодоношение, и это сделает растения уязвимыми к различным болезням и вредителям. И еще, я об этом говорил в прошлой передаче, вот сейчас очень важно провести подкормку тех же томатов удобрениями, содержащими магний. Магний – это основа фотосинтеза. Когда растению не хватает магния, листва у него получается такая светло-зеленая, салатная, листики делаются тоненькие, очень часто листики формируют такой короб, они немножечко подгибаются. Ну вот, если вы возьмете сульфат магния, если вы сейчас подкормите томаты, зелень будет более интенсивная, листик будет более широкий, и вот на таком здоровом листе, естественно, вы получите более интенсивный урожай. И еще один такой маленький моментик. Очень часто сегодня садоводы жалуются, что в теплице плохо завязываются помидоры. Здесь причин довольно много. Высокая температура при температуре выше 35-37 градусов. Пыльца стерилизуется, не происходит опыление, поэтому проветривайте теплицу, понижайте температуру, обработайте бором, точно так же, как я рекомендовал это сделать для растения открытого грунта. Можно воспользоваться препаратами зависть на основе гиберлиновых кислот. Они также стимулируют опыление. Ну и еще одно. Время от времени встряхивайте растения томатов в теплице. Дело в том, что опыление цветка томата происходит только при встряхивании. Если теплица у вас закрыта, если там листики даже не шевелятся, то и опыление в такой теплице не идет. Утречком вошли, когда невысокая температура, слегка встряхнули растения, пыльца попала на пестик, произошло опыление, через какое-то время вы насладите себя вот такими вот чудесными томатами. Итак, уважаемые телезрители, у нас есть еще одна зарисовка. И на сей раз это будет зарисовка из моего сада. У меня цветут прекрасные цветы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Тем более, что сейчас еще можно посеять какие-то однолетние цветы, можно посеять ту же лаватерую, и она в августе еще зацветет. Можно посеять ту же эшольцию прямо в грунт, и месяца через полтора эта эшольция зацветет, и в августе, в сентябре она порадует вас невероятным цветением. Кстати, вот о тех цветах, которые вы увидели. Среди этих цветов было очень много вегетативно размножаемых петуний. Вот когда я прохожу по садам в Магнитогорске, я бываю довольно на многих садовых участках, вот проезжая, я вижу, что вот наше дело, вот наш проект «Лучшие цветы мира магнитки» он работает. То там, то там я вижу вот эти вот прекрасные цветы. Конечно же, вегетативно размножаемые цветы, они обладают значительными преимуществами. Правда, многие садоводы жалуются, вот взяли какой-то цветок, он должен быть, ну скажем там, синий вот с белым крапом, вот ну как там ночное небо. А отдельные цветки на нем растут там синие, а отдельные цветки на нем просто белые. И вот распределение крапа такое разное, где-то его много, где-то его мало. Но здесь следует помнить, что вот эта вот крапчатая окраска, она для петунии новая, и генетически она закреплена еще не очень хорошо. И при различном стрессе, при нарушении питания, при недостатке влаги, при избытке влаги, при температурных каких-то скачках, может наступать то, что называется расхимеривание. Отдельные цветочки появляются нетипичные для этого сорта. Крап может либо вообще исчезнуть, либо занять всю поверхность цветка. Правда, вот селекционные компании, та же компания Селекта, которая занимается вот в частности, вот этими вот петуниями, крапчатами, она селекцию продолжает. И если на первых сортах мы регулярно наблюдали подобное явление, то, скажем, тоже мистическое небо, которое мы в этом году завезли в город, оно, в общем-то, уже практически не расхимеривается. То есть, вот все цветочки до последнего, они имеют абсолютно одинаковую окраску. Итак, больше выращивайте цветов на своих участках. И маленький совет в заключении. Если хотите, чтобы цветы были очень яркие, я сегодня говорил, вот можно подкормить томаты магнием, тогда лист будет пошире, лист будет потемнее, урожай будет повыше. А вот если сульфатом магния или магниевой селитрой подкормить цветы, то цветы, которые в достаточном количестве получили магния, получаются гораздо более яркими. На сегодня время нашей передачи подошло к завершению. Мне лишь остается поблагодарить вас за внимание и пригласить на просмотр передачи «Зеленый остров», которая выйдет в эфир ровно через неделю. Всего доброго, до свидания.